В эфире новость Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Это самые наилучшие впечатления. Анапа снова в лидерах. Наш город вошел в тройку финалистов конкурса Министерства юстиции России в номинации «Местная демократия». Сегодня мы открываем доску Леонида Ивановича Северюкова. Мужество и стойкость русских воинов бессмертны. В канун празднования Дня освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков в городе открыли еще один мемориал памяти. Пусть к нам едут гости. Мы приглашаем всех. С праздником, любимая Анапа. Местные жители и гости курорта высказали свои пожелания и поздравления накануне празднования Дня города. В микрорайоне 3Б появится собственный кружок информатики и робототехники, а также студии вокала и актерского мастерства. Клуб открывают на базе территориального общественного самоуправления. Об этом нашим корреспондентам рассказали на торжественной встрече, посвященной Дню города, а также Дню освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. На ней отметили самых неравнодушных жителей и подчеркнули, что активность населения постоянно растет, появляются новые лица. Собирались под музыку. В холле Дома культуры молодежной около 50 благодарственных писем от заместителя главы администрации курорта, трех депутатов, чьи округа находятся на территории Южного микрорайона. Это в основном многоэтажная застройка с самой большой плотностью населения в Анапе. Адресат и наград представители территориального общественного самоуправления. Без вклада каждого из жителей невозможно себе представить такую, может быть, даже жемчужину или одну из жемчужин Черноморского побережья. Конечно же, Анапа – это динамично развивающийся муниципалитет. Мы понимаем, что, конечно же, это в первую очередь и детская здравница. И тысячи жителей России, не только России, каждый год к нам приезжают, видят, какие изменения у нас происходят в городе. В зале те, кто помогает Анапе становиться лучше – проводники интересов населения. Через них информация поступает к депутатам и в администрацию муниципалитета. Помимо этого, они организуют субботники, проводят праздники во дворах. Общественная деятельность – это такая, которая затягивает и потом не отпускает. Но прежде всего мы восхищаемся этими людьми, потому что заниматься общественной деятельностью, совмещая это с работой, с личными делами, с семьей – это очень ответственно, почетно. И эти люди неравнодушные люди. Восхищение и слова благодарности этим людям. Мария Николаевна – медик по образованию. Помощь людям для нее скорее привычка. С 2010 года она в общественном самоуправлении. Была старшей по дому и сегодня в эпицентре всех событий. Я бы хотела, чтобы около наших домов все было красиво. И в домах наших было все красиво и хорошо. Вот и все. Чтобы благодать была в нашем районе. Во дворе, где живет Мария Николаевна, начали облагораживать пустырь. Там будет детская площадка, тренажерный комплекс, зона отдыха. Из шести таких объектов, которые строятся в городе по программе «Комфортная городская среда», в этом году четыре в Южном микрорайоне. Все это результат, в том числе работы общественников. При этом активность населения растет. Люди приезжают, новые к нам приезжают каждый год постоянно. Приходят с новыми идеями, с новыми предложениями. Вливаются в активную общественную жизнь нашу микрорайон. Мы рады этому приветствовать. Один из новых проектов – собственный клуб. Там будут преподавать вокалы, актерское мастерство, а также информатику и робототехнику. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапа вошла в тройку лидеров финала конкурса Министерства юстиции России в номинации «Местная демократия», в которой оценивается работа органов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщил директор профильного департамента ведомства на встрече с главой муниципалитета Юрием Поляковым и руководителями ТОС. Мы на одном языке говорим, мыслим одинаково. Юрий Федорович, наши большущие пожелания – сохраните то, что есть и приумножайте. Сегодня ТОС и Анапы стали неотъемлемой частью системы местного самоуправления и являются большими нашими помощниками. Общественники решают большой круг вопросов, занимаются благоустройством подведомственных территорий, уборкой, озеленением улиц, ликвидацией несанкционированных свалок, увеличением зеленых зон, борьбой с незаконным строительством и несанкционированной торговлей и многими другими вопросами. Это действительно большой объем работы, который местная власть может эффективно выполнить лишь при активной поддержке населения. И мы очень благодарны ТОСам за эту поддержку. Итоги конкурса подведут уже завтра на заседании федерального правительства. По словам представителей Минюста, шансы занять одно из призовых мест у анапчан достаточно неплохие. Делегация специально приехала в Анапу, чтобы пообщаться с представителями территориального общественного самоуправления, чтобы увидеть все своими глазами. Понравилось очень чисто, очень чисто, очень опрятный город. В него хочется возвращаться, здесь отдыхать, проводить время. С друзьями, оздоравливаться. Поэтому только самые наилучшие впечатления. В здоровом теле – здоровый дух. Анапские волонтеры серебряного возраста прошли медицинское обследование. Уверенная жизненная позиция, позитив, желание нести добро и помогать городу – это главное, что позволяет пенсионерам быть в прекрасной физической форме. По традиции медицинское обследование начинается с профилактической лекции. Специалисты Центра медицинской профилактики дают активистам полезные советы. В этом возрасте люди подвержены заболеваниям, поэтому в первую очередь необходимо следить за питанием. Цель была показать именно схемку примерно, как сделать это нужно, чтобы профилактировать уже грядущие осложнения в форме ожирения. То есть все это упирается в образ жизни, который привносят наши волонтеры в свою семью. Один из уникальных диагностических методов – это биоимпедансный анализ состава тела. Он позволяет оценить риск развития или наличие различных заболеваний, определить биологический возраст человека, выбрать оптимальный метод похудения и уровень физической нагрузки. Кроме этого, каждый смог проверить артериальное давление, обследовать сердце на кардиовизоре и проверить работу дыхательного аппарата. Очень быстро, комплексно и очень оперативно так все делают. Сразу мы сдаем анализы, сразу результаты и сразу нам дают рекомендации. Я представляю, что надо делать. Сейчас группа волонтеров «Серебряный возраст» насчитывает порядка 80 активистов. Организации уже существует 7 лет. За это время они успели поработать на Олимпиаде в Сочи и Паралимпийских играх. Это действительно настоящий сплоченный коллектив, который расположился на базе одного из высших учебных заведений. Кроме этого, активисты тесно сотрудничают с администрацией города, участвуя практически во всех городских мероприятиях. Эту поддержку мы чувствуем по любому обращению, можно сказать. Я даже приведу сейчас пример буквально вчерашнего обращения. Вчера мы обратились к такой акции, как «10 тысяч шагов к жизни», где хотим призывать наше население, молодежь. И администрация тут же подключилась и сказала, пожалуйста, мы поддержим эту. То есть такой вот административный ресурс, который нам, собственно, сегодня помогает реализовать наши проекты. Медицинское обследование показало, что все активисты абсолютно здоровы и трудоспособны. Впереди у волонтеров два напряженных дня. 21 сентября они принимают участие в праздновании освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, а уже 22-го помогают в организации праздника «День города». Руслан Душевский, Анапа-регион. В канун празднования Дня освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков в городе на одну мемориальную доску стало больше. В 1941 году летчик Леонид Иванович Севряков в небе над Кубанью совершил настоящий подвиг. Пилоту было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. Этот проект удалось реализовать благодаря тесному сотрудничеству местного отделения партии пенсионеров России, общественной организации «Опора России», политической организации, партии «Роста» и городской администрации. Мемориальную доску установили на улице Ленина, 178. Слова благодарности общественникам, настоящим патриотам Анапы, активистам, кто делает эту замечательную работу. Это уже третья доска. Такие доски на территории муниципалитета есть героя Сампурова, героя Ивана Голубца. Сегодня мы открываем доску Леонида Ивановича Севрякова. В 1942 году 7-й авиационный полк истребительной бригады военно-воздушных сил Черноморского флота базировался в Анапе. Именно туда и попал Леонид Севряков по распределению. За несколько месяцев он совершил более 150 вылетов, в которых сбил 4 вражеских самолета. 28 апреля эскадрилье было поднято на оборону Новороссийска. Вступив в неравный бой, он сбил сразу два «Юнкерса». Боеприпасы закончились. Тогда отважный летчик направил свою машину в третий самолет, совершив воздушный таран. Это был последний бой Леонида Севрякова. Ему только исполнилось 20 лет. Не забывайте вот этих важных событий, которые произошли в период Великой Отечественной войны. История учит нас тому, чтобы мы помнили то, что завоевало наше поколение для нас с вами. Чтобы мы мирно жили на этой земле. В память о подвиге героя священнослужитель провел обряд поминовения и осветил новый мемориал. Когда мы вспоминаем героев, когда мы вспоминаем своих подвижников, мы волей-неволей окунаемся в те времена. Вспоминаем, какие они подвиги сделали. Ведь главный подвиг – это самопожертвование. Самопожертвование ради кого? Ради родины, ради близких, родных, ради семьи, ради своей отчизны. Мужество и стойкость русских воинов поистине бессмертны. Они стояли насмерть и побеждали в жестоких боях. Даже тогда, когда горела земля, крошились камни и плавилось железо. И побеждали чаще всего ценой собственной жизни. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Уже завтра Анапа отметит 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие, посвященное этой дате, планируется как в городе, так и в сельских округах. Во всех образовательных учреждениях в 9 утра пройдет урок патриотизма. Открытие почетной вахты памяти на посту номер 1 в 9.30 на улице Ленина у стелы город Воинской славы. В 10 часов на Симферопольском шоссе состоится торжественное открытие музея военной техники. В 11.00 в сквере боевой славы пройдет митинг памяти и патриотическая акция «Боевое имя Кубани» с портретами героев-анапчан. В 12 часов археологический музей проведет презентацию фондовой выставки «Освободители Анапы». Подробную информацию обо всех мероприятиях можно узнать на нашем сайте anaparegion.ru. А мы напоминаем, что уже в эту субботу широко и ярко Анапа отпразднует и день города. Уже сегодня жители и гости курорта поздравляют любимую Анапу и желают дальнейшего процветания. Городу нашему Анапе я желаю процветания, чтобы в наш город ездили с удовольствием, чтобы любили наш город. Ну и чтобы жители были доброжелательны и гостеприимны. В преддверии праздника города нашего я желаю моему любимому, замечательному городу процветания, нежности, радости. Желаю, чтобы в городе было только все благополучно. Наш город замечательный, красивый, красивые улицы, чистота кругом, зелена. Пусть к нам едут гости. Мы приглашаем всех со всего мира, со всей страны нашей любимой. Приезжайте, мы вам рады. Счастья тебе, мой город. Это самый лучший город не только в нашей стране, но и на Кубани. Потому что он очень солнечный, очень приветливый. Располагает к такому спокойному проживанию. Я желаю нашему городу, своему городу, мне кажется, я считаю, что сейчас он для меня родной. Я ему желаю дальнейшего процветания. Тепло, солнце, уютно, море. Не надо никуда ехать, отдыхать. То есть все блага, которые пенсионер хочет получить в возрасте, они здесь есть. Поэтому мы здесь просто живем в удовольствии, в счастье. А городу я пожелаю прирастать зеленью, детским смехом, удовольствием еще большим, чтобы молодежь ехала сюда, а мы будем им помогать. Как потратить курортный сбор, определит Краевой общественный совет. От Анапы в него вошли известные руководители санаторно-курортной сферы. На выбор предлагается пять эскизных предложений по обновлению рекреационных зон. Окончательная сумма, направляемых на это средство, определится по итогам следующего летнего сезона. Первый проект – это реконструкция центральной набережной. Там могут появиться оригинальные архитектурные формы, статуи осоли, новый лавоч, ограждения и урны. Второй проект – благоустройство Пионерского проспекта, а именно аллеи на проходе к морю в районе санатория «Кавказ». Третья называется «Перекрестки истории». Недалеко от музея Гаргипи может быть установлен памятник императору Николаю I, поскольку он посетил Анапу в 1837 году, чтобы поддержать защитников крепости. Четвертый проект предполагает создание яркой инсталляции парусной регаты в районе Малой бухты. А пятый – это световые инсталляции на Пионерском проспекте. На сайте администрации Анапы проводится открытый опрос предпочтений анапчан. Исходя из мнений жителей, лидируют проекты по благоустройству центральной набережной, а также созданию ярких световых решений на Малой бухте и Пионерском проспекте. Будет составлен рейтинг проектов, который рассмотрит Краевой общественный совет. Он соберется на заседании завтра и определит приоритеты развития курортной инфраструктуры. В совет вошли представители операторов курортного сбора и общественники. Те из проектов, которые наберут наибольшее число голосов, будут реализованы за счет курортного сбора в 2019 году. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.